Тайвань Ох, друзья, у нас сейчас с вами начинается жаркое-жаркое время, и Китай подводит свои сейчас войска к Тайваню. Тайвань традиционно якобы была китайская земля, и всегда там всегда. Но Тайвань, Гонконг, это красота была неописуемая, а Красный Китай был такой кондово-дубовый с их культурными революциями, помните, с уничтожением китайского населения. И надо сказать, что люди генетически в Тайване и в Китае совершенно разные. Я работала в Организации Объединенных Наций, у меня была начальница Оля Вонга, а у меня сзади сидели за столами две женщины, одна китаянка, одна тайванька. Разница колоссальная во внешности, в менталитете. Да, они дружили между собой, конечно, никуда не денешься, начальница одна, это китаянка. Поэтому они дружили вместе, у них не было разногласий, довольно мирные. И добрые девочки были, женщины, конечно, они уже взрослые были. Я тогда была девчонкой, что-то мне было 20 чем-то лет. А вот девчонки-то были и многому меня научили, надо сказать. И генетическую разницу я увидела. То есть я поняла, что в Китае живут совершенно другие люди. И генетически они воспроизводились разные. Но такая ситуация у нас по Китаю. И сегодня Китай хочет обратно вернуть себе Тайвань. Когда он вернет себе Тайвань, а это сейчас будет, очень скоро будут военные действия там. И Россия и туда отправит своих солдат. Спецназ будет отправлен туда. Разведроты будут отправлены туда, в сторону Тайваня. Да, друзья, я не знаю, что вам еще рассказать, потому что у китайцев своих солдат хватает. Они будут своими силами это делать. Но русские там тоже будут. Для чего? Да элементарно, это же политический вопрос, чтобы русские там были замараны. И обязательно будет какой-то конфликт, обязательно будет ситуация, где засветятся русские, чтобы показать всему миру, что русские тоже участвуют на Тайване, в операции на Тайване. Потом, а потом будет Япония, друзья. Китай просто так не захочет уйти. Он пойдет дальше. А дальше он еще куда пойдет? Здесь будет Япония. А с другой стороны, Китай пойдет полностью на порабощение. Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана. Все это пойдет под давлением Китая. Китай. Очень интересное место. Это не просто китайцы, друзья. Это действительно очень интересное место. Мы не знаем, что такое Китай. Мы реально не понимаем, что такое Китай. Вы видите внешнюю оболочку, но никогда вы не видели внутренней оболочки. Что такое внутренняя оболочка Китая? Посреди Китая есть определенное место. Оно полностью отцеплено. Знаете, солдаты стоят рука в руку. Цепью стоят солдаты. И солдаты особенные. Их особо выводили. Это искусственный интеллект стоит на страже в виде людей. И всегда они там стояли. Не сегодня они встали там. Они всегда стояли там. То есть, хочу вам сказать, что люди с искусственным интеллектом выведены очень давно. Просто очень уже наша цивилизация народилась, наша цивилизация родилась вместе с искусственным интеллектом. Это к вопросу о том, когда создался искусственный интеллект. Именно тогда, когда пришла наша цивилизация, когда было рождение нашей цивилизации. Итак, в центре Китая стоит искусственный интеллект. Люди, солдаты и особые, особые действительно, ну, можно сказать, что это спецназ, друзья. Это солдаты, которые левитируют, которые летают, которые видят ночью, которые имеют тепловое излучение. То есть, смотрят тепловизором. У них глаза другие. У них просто другие глаза. Это вставленные, да, искусственные глаза. Просто это такие технологии, которых вы никогда не слышали, и вам кажется, что это фантастика. Ну, камон, друзья, теперь уже очнитесь, хватит. Мы находимся на краю нашей гибели, цивилизации. Вы не должны думать, что мы все живем в примитивном мире. Все, что вы говорите, это может или не может, это все примитивизм. Это ваш примитивизм. Мне нравятся мои слушатели, которые поддерживают, которые понимают и ставят прекрасные ремарки свои. Я удивляюсь. Знают, иногда подсказывают мне больше, чем я знаю. Они подсказывают мне. Замечательно. Я благодарна всем своим слушателям от всего сердца. На самом, что называется, серьезе. Я это говорю без всякой иронии. А вот те, которые могут, не могут, это не ко мне, друзья. Это есть другие каналы. Пожалуйста, флаг в руки и вперед. Здесь только умные. Я что хочу сказать. Я буду говорить обо многих сейчас вещах, которые были недоступны. Но молчу я, потому что, вы понимаете, как новая какая-то речь, всем это непонятно, всем это невдомек. И даже люди образованные говорят, этого не может быть. Ну, конечно, но кто вас спрашивал, друзья, в конце концов, вы, которые находитесь внизу. И я с вами вместе. Я там же нахожусь. Вы не думайте, что я взлетела. Нет, я просто вижу, у меня открыты глаза. Но я там же, с вами вместе, под ногами у этих богоизбранных. Ну, потому что я вижу, я вам и рассказываю, что все не так. Жизнь не такая. Итак, посреди Китая есть, друзья, определенное место. Это целая страна. Это огромная страна. Там, когда ее определяли вроде бы как пирамиды. Да, пирамиды. Это зеленая зона Китая. Она прекрасная. Она плодородная. Очень красивые места. Когда-то, когда только начался интернет, со спутника давали этот вид Китая сверху. Но в 2008 году я еще делала эти скриншоты, то есть делала возможность у меня было сделать эти фотографии, когда давали со спутника съемку. Но, к сожалению, вот в Коктебельском моем доме остался мой ноутбук, который стащила какая-то кухарка, знаете, та, которая убирает за всеми. Санитарка. Санитарка из санатория. Митрофанова Ирина Дмитриевна. Вот она, которая проживает в городе Цаки, улица Строительный, дом 11, кажется так. И она проживает в этом доме. Вот она и стащила мой компьютер со всеми моими книгами, которые я писала, со всеми моими наработками и со всеми этими снимками. Да, беднота, она же такая, она же, знаете, но нищета. Давайте простим этой нищете, этой говенной нищете. Мы простим, друзья. Время нашло сегодня такое, которое не до них сейчас. Пусть они там в своем говне, в червях копаются, а мы, друзья, идем дальше. У нас с вами другие перспективы. Итак, в центре Китая находится определенное место, где и работает то самое тайное, тайное правительство. Там они находятся. Они оттуда руководят. Там спит дракон. Там драконье царство. Именно туда летал еще в свое время Николай II на посвящение. Он принял там посвящение. Именно поэтому он долгое время управлял нашим миром. Все революции были сделаны под руководством Николая II на территории России, когда вы думали, что его убили. Вот это чушь собачья. Мне не несите эти ваши данные из учебников истории. Это ложь сплошная. Все войны. Полностью, друзья, все войны. Первая мировая, Вторая мировая война. Гитлер. Война. Вторая мировая. Все полностью под руководством Николая II. Если вы скажете, что это я спятила, но это только потому, что я больше знаю, а вы были обделены этими знаниями. Вот видите, какая разница в знаниях. Вот такая. Вуаля, друзья. Итак, Китай готов напасть на Тайвань, и Россия туда же. Причем ядерная боеголовка также может полететь на Тайвань. С чем я вас, друзья, и поздравляю, вот это и будет. Значит, вся мировая наша система разбомблена по всем больным и красивым точкам ударит, конечно, Советский Союз, конечно, Россия. А у кого? Вот так будем мы говорить слава Путину, и об этом будет говорить вся страна. Скоро вся страна Россия будет говорить и петь Ассану Путину. Давайте смотреть реально, друзья, на жизнь. Сегодня все, кто останется в России, будут петь Ассану Путину. И никуда они не денутся. Это пришел новый Сталин. У меня есть видеоролик о том, как Владимир Путин 23 февраля в Кремле на День Советской Армии произнес тост за здоровье товарища Сталина 2003 год. И никто мне потом не поверил. И вот оно. Путин – это Сталин. Сталин – это Путин. Вы все поняли? Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Кстати, друзья, я смотрю, очень многие меня читают, смотрят. Большой просмотр. И я создала только что телеграм-канал. И я не знаю, сколько сегодня. Еще не смотрела, но за полтора дня было 800, более 800 подписчиков. И так немного лайков. Друзья, вот честно, сегодня уже у нас конец цивилизации. Я вам хочу сказать. Вот не ставите лайки, лучше не заходите. Заходите, ставьте лайки. Нет? Я беру вас на свою, так скажем, цепочку бумеранг и отправлю вам. Все нехорошее. А что вы хотите? Зачем вы заходите? Со злостью ко мне не надо. Зашли? Если вы считаете, что вы должны посмотреть мой телеграм-канал, если вы подписались, ставьте лайки, не поставили, я отправлю вам астральный бумеранг. А тогда, друзья, тогда как уж хотите, так и живите. Уж хорошо вам? Ну, может быть, будет хорошо. Вы меня все поняли, друзья? Не заходите. Со злостью ко мне не заходите. Я видящая. Я проправнучка пророка. Я знаю, о чем я говорю. Отправлю всем бумеранги в вашей ненависти. Ставьте лайки и пишите комментарии, те, кто добрые друзья. Я всем посылаю добро, тем, кто мне пишет добрые комментарии. А мои прогнозы 90% сбываются. Я Таня Карацуба, Сиит Бурхан.